Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Итак, друзья, уже очень много чего сделано. Остается сделать карпусинку и сделать сопло выхлопное. Помимо всех остальных мелочей, это на данный момент сейчас самое главное. Долго я искал с чего сделать вот эту часть. Тут она, как видите, должна плотно обходить вокруг крыльчатки. Заходить немножко туда вовнутрь. Желательно, чтобы еще выступала, чтобы сделать корпус. То есть деталь заодно будет с корпусом насаживаться вот сюда. А к ней уже будет крепиться флянец с соплом. В общем, сначала все это дело я хотел делать вот с этой болванки. Просто ничего более подходящего не было. Но вспомнил, что есть у меня вот такая вот гигантская болванка с нержавейки. Ее мне подарил подписчик Оветь Погасян. Огромное спасибо за это. Буду это дело делать из нее. Итак, стартуем. Приступаем к токарной обработке. На «Робу» На «Робу» Дизельская болванка Дизельская болванка У нас есть верхняя болванка. На «Робу» Проточил пока что на глаз внутрь конус. То есть вот это отверстие внутри расширяется. Сделал это для того, чтобы меньше было отрезать. Уже поставил отрезной резец. Сейчас займусь этой операцией. Заранее проточил и снаружи. Немного здесь все облагородил. В дальнейшем нужно будет формировать сопло и стыковать эту деталь с двигателем. Ну что, отрезаем потихоньку. Все, заготовка отрезана. Весит она пока что еще весьма много. Но ей предстоит дальше обрабатываться. И для хозяйства осталась еще вот такая вот мега болванка с нержавейкой. Это между прочим очень и очень хорошо. Теперь будет производиться обработка уже непосредственно под реактивный двигатель. Острым резцом из VK8. Довольно неплохо нержавейка обрабатывается. Конкретно это есть виды нержавейки, как жаропровка, например, на турбинном колесе. Вот там жестко было. Даже вспоминать не хочется. А тут очень хорошо. Очень красиво все получается. Вообще восхитительно. Фантастика. Один размер уже есть. Вот сюда налазит. Налазит где-то десятка зазор присутствует. Вроде бы все нормально, более-менее ровно прилегает. Так, теперь нужно делать размер под крыльчатку. То есть чтобы залазила крыльчатка и залазила она с зазором. Даже не знаю какой выбрать зазор. Возьмешь сильно маленький, велика вероятность, что может цепануть и при первых же запусках разорвать движок. Если сделать большой, велика вероятность, что будет плохо работать. Вот дилемма. Сделал фасонный спец-резик полукруглый для того, чтобы сделать вот это вот закругление на крыльчатку. Диаметр оказался 14 миллиметров и вычислял по валику таким вот хитрым способом. И здесь все соответствует. Так что погнали, делаем радиус. Обороты под такой резик должны быть весьма умеренные. Постоянно примеряю крыльчатку, добиваюсь, чтобы плотно заходила. Она прям сверх плотно пока заходит. В конце сделаю зазор, скажем так, программируемый. Теперь, когда подходит просто идеально, можно заняться зазором. Итак, что мы видим? Мы видим зазор. Ну вот, минимум 0,5 миллиметров. Ну я думаю, пока на этом остановимся. Так, есть. Деталь готова. Это будет сопло. Небольшая примерка. И на своем месте. Видно, что зазор везде равномерный. Зазор присутствует. Ну я постарался сделать примерно 0,35-0,4 миллиметра с каждой стороны зазор. В два раза больше, нежели в компрессоре. Оставил на тепловое расширение. Ну и на возможные всякие дисбалансы. Для надежности, так сказать. Так, разбираю теперь движок. Снимаю вот эту часть, чтобы отмерить отверстия. Можно сразу их просверлить. Так как здесь под углом отверстия, отмечаю их просто процарапыванием. А потом буду накернивать. В принципе, отверстия очень даже неплохо отметились. Буду сверлить на 0,5 миллиметра большим диаметром. То есть если здесь 4, то буду 4,5 миллиметра, чуть-чуть больше. Потому что их много. Если что-то куда-то где-то уведет, чтобы можно было закручивать. Сделал небольшие лунки для начала. Теперь заполню спецсредством. И погнали. Вот такие настоящие авиационные детали получаются. Только очень тяжелые. Надо было делать из титана. Получилась, друзья, просто восхитительная деталь. Немного тяжеловатая она и взвешивал 250 грамм она весит. Получается, что движок уже, вот эти все детали, все вот это весит 1750 грамм. Но я думаю, в 2 килограмма я все-таки укладываюсь. Значит, что сейчас буду делать? Здесь у меня все по меткам. Сейчас буду вкручивать винтики, смотреть, где увело сверло. Наверняка где-то будет жестко закручиваться. Там нужно будет немножко подточить напильником. Пометил три отверстия, пометил место, где надо подтачивать. Вот так это выглядит. Собрал, закрутил все винтики. Вот он узел в сборе. Сделал деталь и подготовил ее уже для сварки. Деталь из 0,5 миллиметров нержавейки. А вот эту деталь сопла я облегчил. Теперь она весит на 50 грамм меньше. То есть я сточил вот здесь бортик ненужный. Здесь тоньше сделал и внутрь туда прорезался, потому что здесь большое тело. В общем, сейчас моя задача приварить аккуратненько, главное аккуратненько. Вот это дело сюда. Оно здесь с натягом залазит. Сейчас нужно обработать, обточить, обезжирить и начинать сварку. Вот, друзья, вот что получилось. Довольно непросто это было сделать. Чтобы было удобнее, лучше было бы углубить вот эту тонкостенную деталь ниже. Она наоборот вздыбливается и начинает прогорать. Я тут в пару местах подзаплавлял присадочной проволокой. Но так, в принципе, все сварилось весьма красиво более-менее. Конечно, нужно очень точно вести рукой. Очень точно выдерживать расстояние электрода до детали, чтобы дуга была короткая, чтобы попадать можно было. Есть заготовка, можно ее сваривать. Смотрим, как прилегает. Не знаю, видно вам или нет, но прилегает очень плотно. Наделал дырок гигантский. Вот что получилось. Была щель здесь где-то одна десятка и она уже не сваривается. Теперь буду аккуратненько заплавлять, стачивать. В общем, тут теперь целое дело. Вот, друзья, вроде бы все получилось. Получился вот такой вот шов. Не знаю, как вам его показать. В принципе, я доволен. Здесь все должно быть очень и очень герметично. Движок фактически готов. По крайней мере, внешний облик его уже полностью сформирован. Вот так вот он выглядит, таких размеров. Все вращается здесь. Нужно все разбирать, вставлять нормальные подшипники. Настраивать зазоры вот здесь вот, ввести на балансировку. Делать стартер, либо не делать стартер. Для начала, может быть, не буду его делать, посмотрим. Также еще нужно подумать о свече, которая должна выходить из жаровой трубы, чтобы поджигать топливо. Но, опять же, для начала можно поджигать просто горелкой. Потому что, скорее всего, еще много раз предстоит все это дело разбирать. Так выглядит этот движок красавчик. Да, много сил было потрачено, много трудов. Но, в принципе, все поддается. Снять его оказалось не так-то просто. Очень уж он плотно сюда заходит. Ну вот, собственно, изнутри такой вид. Это вот черноха из-за того, что не защищено было аргоном. Ну а так вот, собственно, так это дело выглядит. Корпус сразу сделан вместе с соплом и вместе с вот этим вот обтекателем турбины. То есть обтекает вот эту часть. В общем, собственно, друзья, на этом все. Что делать дальше, честно говоря, не знаю. Потому что много за что тут хвататься. Много мелких доделок. В общем, что будет в следующем видео, я не знаю. Вплоть до того, что может быть уже будет пробный запуск. Ну а может быть еще куча видео с доработкой. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok